Дорогие коллеги, наши гости, я рада сегодня вас приветствовать в рамках большого пресс-события, которое посвящено образовательной председательской экспедиции международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». Живое слово, живое лицо, живая энергия, она всегда нужна, и вот в ходе разных обсуждений возникла мысль привлечь к продвижению русского языка действительно молодых людей, которые действительно искренне, с любовью относятся к этому языку и могут зажечь этой любовью других. Институт русского языка всегда готовил послов. Особенно хочу отметить, это научная элита русистики. Только за последние годы в институте, в диссертационных советах защищено 800 диссертаций, и более половины из них защищены гражданами других стран. И я уверена, что сегодня, когда национальное самосознание всех наших граждан растет, растет и изменяет соотношение к русскому языку, мы все понимаем, что пока мы бережно относимся к нашему языку, мы сохраняем нашу культуру, а значит, сохраняем себя. Народ как странный. Я, во-первых, хочу сказать, что мы всем послам символически пережили карманного Евгения Олегина, вот такого, пусть у вас хранится на удачу в кармане. Эти книжечки подписаны всеми участниками сегодняшней пресс-конференции. Я вот сейчас подумал о том, что вы уедете через несколько дней с такой ответственной важной миссией, скоро вернетесь, но потом вы останетесь в послании русского языка, и вы будете в послании русского языка уже в своей стране, потому что это очень важно. Если уж очень эмоционально подойти к этой теме, можно сказать, что русский язык и русская культура – это для тех, кому не безразлична собственная душа. В пользу случаем хочу пожелать всем вам участника в пресс-конференции благополучия в вашей многократной деятельности. Спасибо за внимание. Приятно осознавать, что они до сих пор продолжают изучать русский язык в этом портале, и со многими детьми мы до сих пор поддерживаем контакт, и они с нами списываются, они говорят нам спасибо за то, что вы к нам приехали. Здорово. Здорово. И, конечно, хотелось бы пожелать вам удачи, так как сейчас тут новая экспедиция. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мы прилетели вчера ночью, позавчера, можно сказать. Было отрадно видеть, что нас очень тепло встретили в аэропорту, и мы не потерялись. Мы на самом деле были сначала на прямом эфире программы «Россия сегодня», где ректор института Пушкина говорила нам о программе, о нашей миссии вообще в дальнейшем. Потом мы принимали участие в слушании закона, и очень было отрадно, что мы стали такой частью исполнения законов, и как это все создается. Увидели известных личностей и политиков. Затем мы пообедали очень вкусно в Государственной Думы Российской Федерации, и приехали в чудесное место «Этномир». Удивительное культурное такое общество, не знаю, такая платформа для креатива, для культурного взаимодействия и для узнавания многого интересного о других странах, государствах. И нам здесь очень нравится, у нас очень классная команда, и мы хотим очень уже поехать в Молдову, чтобы всем рассказать, какой русский язык прекрасный и красивый. Молдову, чтобы всем рассказать, какой русский язык прекрасный и красивый. Сейчас мы его снимаем. Господи, ну куда же мы так долго едем-то? Давайте уже рассказать. Да. Если долго долго, долго, Если долго по дорожке, Если долго по тропинке, То хотим еще пижамо, То пожалую, то, конечно, То раз можно, то можно, можно, То, наверное, наверное, верно, наверное, Можно переписал попасть. Ура! А-а-а, киркизи 혹es внутри губиты. А-а-а, киркизи какτkers вот такой дышеный. А-а-а, китайски ш enlight, А-а-а, канаты фурма, А-а-а и зелёный попугай. А-а-а и зелёный попугай. Итак, Александр, согласны ли вы взять законное мужение? Я, Ириана, и быть в горе и в радости. Да, я согласна. Я согласна ли вы взять в заботные зоны Александру и быть с ней в счастье, в горе и в радости? Да, алло, о, да, здравствуйте. В Молдову? Да, 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 конечно, да, я абсолютно свободен, спасибо! Спасибо! Пятигорск, Ульяновск, Волгоград, Пере, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сыктывкар, Калининград, Москва. Вся страна собралась с одной целью – научить весь мир в русском языке. АПЛОДИСМЕНТЫ А рейс 21-35 прибывает в аэропорт, а Киш-Киш... Киш-Киш... Киш-Киш-Киш-Киш-Тёв, да чтоб тебя... В Молдову! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Среди миров, в молчании светил, одной звезды я повторяю имя. Не потому, что я её любил, а потому, что я тамлюсь другими. В стране равна её шумящей и её бессмертной в глубине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЭТО МОЛОДОСТЬ ВИНОЙ, Но ПЛЕЩЕТ ЗА ДЕШЁВИНЬКИМИ ШТОРКОМА БЕСПЛатный воздух, ПЛАКВАЮЩИЙ ВЕСНОЙ. Когда так много позади всего, в особенности горе. ПОДДЕРШКИ Ч Но только подлость радовалась зря. С богатырём недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить – вот это уже дутки. Двадцать первая ночь понедельник. Очертание столицы во мгле. Сочини уже какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И лишь одно в своей стране хочу твердить в свой час прощания. И не пой, красавица, при мне эту песен груз. Сегодня у нас второй день работы в замечательном месте Этномир. Наш день начался очень рано. В 7 утра мы уже позавтракали и готовы были слушать продуктивную лекцию о различных методах научного исследования в замечательном зале Индия. После этого у нас был замечательный обед. После обеда мы познакомились, сплочились со своими командами еще больше. Смогли посмотреть разные сувенирные лавочки в Этномире. Здесь просто огромное изобилие всяких различных культур. Купить себе замечательную русскую косоворотку, в которой мы с моим партнером Андреем Суховым будем вести занятия в Киргизии. И после этого мы танцевали кадриль. И после этой замечательной репетиции я, собственно, даю это интервью с красными щеками, полное замечательных эмоций и готова бежать дальше и собирать раздатку для школьников из Киргизии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА